Друзья мои, мы рады вас приветствовать в нашей студии Махабхарата, Тора, Коран, великие книги, великие учения, люди им следуют, люди им зачитываются. И как-то мы совершенно несправедливо забываем то, что есть в нашей цивилизации, есть в нашей истории, то, с чего бы все, казалось бы, и надо было бы начинать у нас, а именно с филисовой книги. И сегодня мы встречаемся с Алексеем Ивановичем Новым Денисовым, переводчиком, литературоведом, философом, мыслителем, человеком, который подарил нам возможность эту Виллисову книгу читать в лучшем, как говорят специалисты, переводе, в переводе самого Алексея Ивановича Нового Денисова. Алексей Иванович, мы вас приветствуем в нашей студии. Добрый вечер. Я вас приветствую. Многие говорят, что Виллисовой книги не было, что это, мол, якобы фальшивка. Я с ним не согласен, скажу сразу. Но хотелось бы услышать ваше мнение. Ну, это, конечно, не фальсификация, это не умение читать. Это результаты нашей деградации многовековой, когда мы даже уже не можем Анну Каренину без купюр прочитать. Так что же вы говорите о такой древности? Конечно, пытались многие это сделать. Первый там Рибиндер, Миролюбов, потом Асов взялся за нее. Но все это фэнтези. Конечно, он имеет право на существование, это варианты. Но как историку там зацепиться нечего. Но это не фальсификация. Ну, начнем с того. С ее истории я бы не стал начинать, потому что она известна, что в 1919 году Теодор Эйзенбек нашел где-то дощечки, которые впоследствии с 1925 года переводил Миролюбов. Ну, он, в общем-то, не специалист в этих областях, он литератор. Он другое искал, фантазировал. Ну, в 1960 году эти рукописи, копии, потому что дощечки исчезли в 1941 году, после смерти Теодора Эйзенбека. В 1960 году попадают копии дощечек в СССР. И сразу их объявляют фальсификатором. Начал это великое деяние Лихачев. Он спустил Олегу Творогову обосновать это все и доказать, показать, что это фальсификация. Ну, Олег Творогов тоже не специалист в этом. Он спустил ниже моему кандидату, а тот еще ниже, студенту. Ну, студент недоручка, конечно, накатал, что это фальсификация. Ну, и, естественно, Творогов подмахнул это дело. Якобы он это сделал. Потом ему это сыграло очень плохую шутку с ним. На чем же они основывались, что фальсификат? Дело в том, что письмо, оно написано разными стилями. Такими, в общем, как-то Лихачев говорит, что вот они писали под древность, пытались древность показать. Разновременное, разнохарактерное письмо. Фальсификация. Я согласен с Твороговым, другим, что письмо такого в одном художественном произведении быть не может. Но быть оно может в природе. Потому что еще до новой эры, особенно в Средневековье, в монастырях, существовало письмо с холией. С холией – это письмо на полях. Собенно в монастырях. Когда записывали какой-то вопрос, оставляли его, приходили люди сведущие, добавляли свое, приходили еще свое, и писали каждый в своем стиле, в своем понимании грамматики, даже на разных языках. И этого Адама Бременского, пожалуйста, он там раскладывает, какие были письмена. Потом, спустя долгое время, когда накапливался материал, это собирали, редактировали, весьма редко редактировали, а так оставляли и бухали. И вот это письмо, это и есть письмо с холией, разных авторов. Писали христиане, язычники, другие концессии, даже пытались датировать, вот я не знаю, там одна есть фраза, 881 год, о сотворении сына. Но это уже надо быть пререкалом, что это такое, я не знаю, как это соотнести, религиозно, но это не мой вопрос. Вот. Вот так получается, что тут, в общем-то, фальсификации нет. С холией как с холией, нормальной с холией. Далее. Далее само письмо. Оно писали сплошь, сплошняком. Ну, вы попробуйте писать на дощечках, что у вас получится. Естественно, с экономией места, вот это вот, и писали так слитно. Ну, ключ потерян, конечно, к этому читать. А раз ключ потерян, значит, единственное будет просчитывать варианты, какие могут быть. Вот, дощечка номер 16, знаменитая, которую взяли за основу. Влез книгу сию. Вариант имеет право на существование. Но можно и по-другому прочесть, например, Влез кинь гуся. Почти Бога нашего, который есть прибежище зла. Можно там. Можно. Тоже имеет право на существование. Еще можно варианты. Я прочитал. Влез кани гаузь. Пришел хан Гейзан. Это герцог Вергевск. Арпад. Дальше рассказывается, что он, пока Святослав там наслаждался Болгарией, он принял христианство по римскому обряду. Это действительно так. Между 970-й и 972-й он принял христианство по римскому обряду. Да. Ну и по традиции, как все такие принявшие, занялся миссионерством. И вот он вроде бы пошел в Киев крестить. Но вот этого свиньего у меня пока нет. Что он принял, да, что по римскому, это все известно. Вот дальше очень любопытно описывается тот Киев, что там творилось, какие там религиозные следы. Это очень интересно. Но дело в том, что это, в общем-то, и не нужно получается. Получается то, что когда это вышла книга, на меня, конечно, обрушилась критика, что это такое, не сякое, нехорошее. Вот. И наши ученые-мужи начали искать концепцию, как менять бить. Ну, долго искали, нашли, как бить. А бить очень просто. Надо наводнять рынок вот этой Велесовой книгой, вот этим вариантом. Влез книгу сию. Вот этим занимается. Посмотрите, в книгах она заполнена. Это обо мнении Бога. Нигде ничего. Почему это делается? Потому, чтобы надо зомбировать общество. Играть на понижении самосознания. Вот этот вариант разлива Асова и других, он как раз на это играет. Ну, что такое там? О чем она? Как историку там зацепиться? Нет, не за что. Вот спеваю пять раз в день сурю хлещу, пляшу. Русь погибала три раза. Какая Русь? Понятия Руси было очень много. И почему три раза, когда постоянно воююю? В общем, вот так вот я к ней отношусь. Ну, и что еще? Можно сказать, я извиняюсь, можно сказать, что, в принципе, тот вариант книги Виллисовой, который запущен, он запущен именно с целью того, чтобы мы к своей истории все-таки не вернулись. То есть, это своего рода диверсия, которая имеется вполне определенной цели. Да, это диверсия. Я давно об этом говорил. Ну, пожалуйста, она хорошо подпитывается. Мою книгу мы издавали пять лет, искали по всей России великой. Кто даст деньги? В России не нашли. Дали армяне. Как вам это нравится? Алексей Иванович, она же выпущена, ваша книга сейчас, да? Да, она выпущена еще в 10-м году, но ее уже не найти, потому что она разошлась мгновенно. Алексей Иванович, можно вас все-таки попросить, не все наши слушатели знают о Велесовой книге, рассказать историю. А именно, как эти дощечки выглядят, где они первый раз появились, что на них, события какого времени там описаны, если можно уже на современном русском хотя бы кратко рассказать вообще, о чем она. Пожалуйста. вот о чем она идет скоро. Моя версия такова, что когда наши предки вышли из Хазарии в результате Иудейской войны, это начало 9 века, я уже об этом как-то говорил, они стали собирать свою историю, которую они не могли писать, собирать, находясь в Хазарии. И вот между 820 и 827 годом во время правления императора Трабова они принесли жертву друидам и волхлам, как они называются, западным. И те им выдали их историю. Называется она Никотита. Но Никотита, оно очень древнее слово, это поклонение проникание. Я ее оставил, проникание. Это историка юридические документы из глубокой древности, которые обосновывают право занимать пришедшим протославянам или прославянам, проторусам эту землю. Потому что они в глубокой древности еще до 13 века обитали здесь, а потом были изгнаны. Вот это проникание, она отвечает на очень многие вопросы, на юридический, земельный вопрос. Там было четыре капища. На реке Волхва, конечно, Новогорода, Пенозеро, это Тверская вроде бы область, на реке Суре и на реке Рассета, приток Жиздры, Калужская область. Там все это описано. Вот как это собирали, как поощряли, например, за большие сведения давали даже землю на реке Волхве. Вот это вот мой вариант. Что представляет Асовская, вот это я не могу сказать, это набор каких-то где-то, что-то когда-то, я не берусь их. Алексей Иванович, я правильно понял, что в Вересовой книге, в вашей версии, там события описываются девятого века нашей эры? Нет, не совсем правильно. Ну, расскажи историю, расскажите, что это за эти таблички, как они выглядят, откуда взялись, с самого начала, если можно, кратко. Ну, нашел Теодор Изенбек во время отступлений, где-то на Украине, версии разные. В каком-то усадьбе была разгромлена библиотека, валялись дощечки на полу, а он, человек, как археолог бывший, понял, что это может значить, собрал их, помешал где-то 45 штук, а потом, после разгрома Белого Движения, они путешествовали с ним по Франции, по Бельгии, и занимался этим переводом с 25-го года Мера Легуб и Юрий. В 1941 году Изенбек умирают, дощечки исчезают, грешат на ННРБ, такой немецкой, что они похитили. Ну, в принципе, моим таким рассуждением это не епархия ННРБ, это епархия контрразведки. Они обязаны были это сделать, идет война, где-то что-то пишут, какие-то непонятные, такие прецеденты в истории были. Вот, а куда они потом делись? Версии тоже разные. Ну, что они собой представляют? Дощечки где-то сантиметров 28 на небольших 12, по-моему, сейчас точно не помню, и с вишленными разными непонятными буквами. Вот, что они собой представляют. Я извиняюсь, а там Руни, Руни, там ну, в смысле, Кириллицы написаны из текста или какими-то другими знаками? Ну, близко к Кириллице проскакивают и другие, и христианские там вылезают, и яти в глагол. Ну, это говорит о том, что они писались с 9 века до 15 века, пока они разгромили Новгород. А когда вы говорите о том, что там более древние истории, а не 9 век, хотя события, которые вы перечислили, это события 9 века, там есть ссылки на эти вещи, да? Да, там идет рассказ, самый древний, напоминает додинастический Египет, как мы туда приходили, как мы оттуда уходили, события. Египет? Да, Египет, тогда они его называли Кен, еще не Египет. Но самый такой основательный это рассказ опять же об этрусках. Где-то в 13 веке, я уже прошлый раз говорил, ссылаясь на это, что они пошли на Египет, были разбиты, разъединены, одни на нефрате остались, другие попали в Египет, там отрабатывали свое, потом они стали свободными, ушли на Апенины, потом была у нас Урарту, там они 120 лет служили, потом пришли на Апенины, уже покрыли своим именем этруски, Рассена, это уже не одно и то же далеко, там было 19 или 15 городов, полюсов, которые еще враждовали между собой, потом они были вытеснены в 4 веке, я уже повторяюсь, потом в 1 веке они пришли на Бух, разделились там одни на Швикбаунти, другие на Волгу, но вересово, то есть мы ее так называем по привычке, но Проникание рассказывает не только об этом, и о других более ближних событиях, вот, например, взять такую легендарную вечность, Рог Волод, был такой князь, еще Карамзин ставил вопрос, а почему такой вельможа, откуда он такой вельможа взялся, почему у него столько земли, оказывается, что он сын Игоря Тревнего, и он ему дает Луцк в княжении и дает герб сокола, который, кстати, недавно археологи, по-моему, в Новгороде откопали, вот радуется, вот герб откопали, сокола, все, так, ребята, он описан, уже все его функции, сакральные, и все в приникании, смотрите, не хотят, например, когда в 10-м году, в 2010-го вышло приникание, а издавали это мое 5 лет, еще до этого, сколько мне от ученых крутили пальцем у виска, какие протисловиане могли быть в Египте, только лучше с генетикой об этом же тандыте, значит, подтвердилось, и вообще-то приникание, оно работает на опережение, мы еще не знаем, а там уже, а там уже это все сказано, это уже не я за один, это уже другие, но все замалчивается, не дай Бог, много материала накопилось сейчас, надо бы его переиздавать, но у меня денег нет, и никто не даст, не будем говорить слово «никто», оно как-то лишает нас всякой надежды, поэтому все-таки надеемся, что средства мы найдем для того, чтобы передать вашу книгу, а перфективы в этом плане у нас, я думаю, будут светлые, потому что это надо сделать, а если это надо сделать, если такую цель поставить, то она обязательно будет достижима. Скажите, пожалуйста, по объему какая это книга, то есть это там 200, 300, 400 страниц? Так, где она у меня? Вот она. 701 страничка. Ого. Это перевод и толкование того, что заключено было на этих 45 табличках, я правильно понял? Да, это перевод, это комментарий, это словарей, это все, что по-академическому требуется, я все сделаю. А эта книга у вас, она вот напечатана там, и права остались напечатаны у той типографии, которую печатал, или они у вас остались? Ну, права мои у меня никто не отнимал. Ну, слава Богу. Они гнали, да, я видел. слава Богу. Редактор обругался, он кричит, что это не он, но, имея технику, любой типография может это запустить. Ну, Но он сейчас как-то исчезли, не появляется. А у вас есть ответ на вопрос, почему до вот этого периода, ну, грубо говоря, гражданской нашей войны, вот про эти сведения, про эти, скажем так, таблички, они как-то нигде не появлялись, и нигде не фигурировали. Или все-таки они где-то появлялись? Само понимание, само понятие Велесова книга, вот до того, как нашли эти таблички, существовало или нет? Ну, как-то я в этом вопросе, тут одна табличка появилась, называется Дрезденская табличка. Она была в Дрездене, еще и по советской власти. А потом, когда наши лепшие друзья, англичане, американцы, бомбили Дрезден, что от него там осталось? Естественно, ее там. Ну, ее снимок, он есть. Я его публикую периодически. Они ее называют гостской культурой. Правильно, я согласен, гостской, но готы это не германцы. Горды входили в союз германских племен, да, но они были самостоятельными. И это родственники Прибалтов, Литов, Платышей, Замковов и прочих-то. Вот кто такие. Отвечают очень на многие вопросы, которые мы... Вот я опять же к этому рогологу возвращаюсь. Это отвечает на вопросы, почему в XII веке луцкие князья претендовали на великую князь. Потому что они прямые потомки Игоря. Вот весь ответ. И здесь очень много. Тут надо ее изучать. Понятно. А у вас для перевода и расшифровки были все таблички, которые сохранились, то есть вот эти 45, или только часть из них? Не все, только часть. Только часть из них. Что было известно, что Асов вот соизволил давать. Две таблички потом я у него нашел. Они не вошли в эту книгу, но вошли в другую. В общем, материал накапывается, накапывается, накапывается. Понятно. А сами эти таблицы, они были как-то по времени привязаны? То есть какое время их вообще изготовление? Это 12-14 век или непонятно? Дело, я вам скажу, дело в том, что чисто научно носить информацию, он всегда вторичный. И серьезно ученые к ним просто не обращаются. Идет тестирование по тексту, а это может быть копия. Может быть в 17-м веке скотировали. Вот если взять всю античность, так ее можно тогда согласно нашим ученым выбросить, потому что носителя информации нет, все копии, ну может там единичные какие-нибудь, да взять ту же Библию, Ветхий Завет. Нет воловьих шкур, где они? Только по тексту. Поэтому серьезно искать или дощечку сами, они особенно и не надо. Надо работать с текстом, только с текстом. Понятно. Алексей Иванович, еще один вопрос, я вас сегодня буду мучить вопросами, еще один вопрос. Скажите, пожалуйста, а вообще, скажем так, если, допустим, не было Велесовой книги, во-первых, почему она названа Велесова книга, там есть название? Там первая строка 16-й в лес серию книги, вот они ее назвали. Это как-то с русскими архетипами там мистическими связано или нет? То есть Велес, может быть, это там бог там чего-то там туда-сюда, и поэтому она Велесова книга. Ну, Велес, в лес как-то написано такое, бог существовал, такая транскрипция есть, но слово Велес, это древнерусская Лястья, ходить, идти, прийти, вмешаться. Вот на Руси было три вида похода военного. Иде, Иде, Олег, на греки. Это морской поход. Побежали на реку, это конный поход. А Лястья, это идти пешком. В 16-м веке еще реки не переходили, а перелизали. Библия, то есть, это наша летописи изобилуют этим словом, по-моему, пришел Тахтамыш Окаянный, в лес Тахтамыш Окаянный, извините. Так что тут вариабельность надо каждый проверять текст. Я, по-моему, для меня начинает что-то доходить. Я сейчас начинаю доходить. Главная китайская книга, там тоже немного, я имею в виду, их там немного постулатов, там, по-моему, 65-64, сейчас не помню, тоже каких-то табличек, но она тоже называется, если переводить на русский язык, как-то, это путь, по которому нужно идти. Может быть, здесь, в этом названии изначально тоже с этим связано, если это, как вы говорите, это идти, то есть, это, наверное, все-таки не столько поход в плане похода, идти в плане идти, а сколько, может быть, идти в плане внутреннего какого-то обретения и внутреннего понимания своей существенности. Нет, здесь оно такое духовное, чисто историческое юридическое документ. Вмешиваются там какие-то незначительные. В сакральном плане оно мало. А из сакральных древних книг... Что такое? Что у меня стучилось? Что у меня стучилось? Что-то у меня сорвалось, я не понял, что... Все нормально, тебе видно и слышно. Продолжай. Да? Вот у меня что-то просто на экране вспыхнуло. А из сакральных книг древней русской цивилизации что-нибудь сохранилось или нет? Ну, это Тургейников летопись, это чистейший сакрал. есть еще если поковыряться. Эти книги как-то не представлены у нас в нашем, скажем так, в пространстве социальном? Или они тоже задвигаются? так же брестяные грамоты. Они все замылены. Там совершенно другой текст. Это еще когда в 1951 году начали только читать, начали правильно подходить к вопросу, просчитывать все варианты. И тут полезло, что там не так все просто. и тогда сполошилось как и по СС. И пришел декрет указ, что допускать читать столько вариантов близкие ко времени, когда табличка гендахронический метод. Какой может быть протославяне, какой Египет. Чем примитивнее, тем лучше. Вот чем это и занимается у нас сейчас. То же самое. И вот у меня вышла книга Тайна Берестяных грамот, где я это все разоблачаю. Отлично. А книгу эту можете тоже рядом с вами или нет? Или Тайна Берестяных грамот? Она когда вышла? Она вышла в 17-м году. У меня еще она есть, конечно. Отлично. Ну, там сакрально языческая, да, там получается то, что церковь была все-таки сильна, и язычникам приходилось шифровать свои письмена, которые они подавали напоминания. Многие удивляются, почему такой огромный город, столько табличек, и ни одного слова язычества. Нет, там много этого, но скрыто. Это так называемые поминальные записи. Начинаются они поклон. Только поклон друг другу, человеку, я нашел всего лишь две. А так это поклонение предкам. Форма одна, упоминается поклон, потом называется «То, от кого», и краткое содержание «Когда жил, всем знаменит». Вот одно мне поразила такая табличка, берестяная грамота, что они упоминают младенца за тысячи лет, мертворожденного. Вот, у него еще имени нет, но упоминает ее мать. И получается, что в древнем Новгороде была огромная библиотека со всего мира свезенная. И о каждом что-нибудь добыло. И вот это все уничтожено пресное Ивана Грозного. Ну, кое-что где-то, наверное, сохранилось. Вот идет бешеное сопротивление этой книги. Книги Берестяные грамоты будут ваши книги. Да, да. Вот, на них сейчас находят Берестяные грамоты, есть ресурс, где них выставляют, якобы читают, и они согласен, со мной ругаются, до смешного доходят. И все они, в общем-то, получаются друг другом связаны, системные. Вот такая одна Берестяная грамотка. Получается, что 11-19 век на Руси идет накопление огромного материала со всех стран для летописей. И вот одна Берестяная грамотка говорит о том, что идет копирование в Тапах на Балканах, потому что там было тоже огромное. Это золотые пластинки, которые найдены в 1875 году о них. Как не ну что-то есть у меня тут на сайте столкновение по поводу этой Берестяной грамоти. Наши знаменитые ученые свели к тому, что эта Берестяная грамотка говорит о том, что один какой-то товарищ, его сейчас напишет, напишет другому, чтобы тот увещал третьего, потому что он занимается скотоложеством, свиней портит. Ну, вот, возмущаться, меня не пускают уже на эти ресурсы, они между собой революцию пущают. Вот так живем, так воюем. Алексей Иванович, ну, в этой борьбе, как всегда говорится, правое дело все-таки, наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами. У меня-то в этом плане с вами никаких нет. Но можно ли сказать, сформулирую это так, что совокупность Вересовой книги, Берестяных грамот и, скажем так, других источников, с которыми вы работаете, если они будут приведены в единый, грубо говоря, канон, тогда мы получим свою истинную историю, тогда мы получим свое истинное сакральное знание, и тогда мы сможем протянуть руку вглубь веков и установить действительную историю, нашу, вот, исконную, скажем так, а не навязанную другими. Так можно поставить вопрос? Так я и говорю, они системные. Все они друг другу подтверждают что или что из страны. Все, абсолютно. Все системные. И чем дальше, тем больше, больше, больше находятся типографических материалов. Понятно. Их можно все объединять, да, что я периодически делаю, когда что-то пишу одно, цепляется другое, третье. Владимир Викторович, как у нас со временем? Ну, время, как всегда, заканчивается. Мне, знаете, какая мысль пришла? Вот смотрите, книгу Виллисова книга, но она по-другому называется в редакции Алексея Ивановича, я ее читал. Сразу скажу, читать ее неподготовленному читателю, не специалисту, очень-очень сложно. Очень сложно. Это, да, мысль моя следующая. Алексей Иванович, скажите, пожалуйста, вы знаете такую серию книг 90 минут? Ну, там, Кант за 90 минут, Гегель за 90 минут. Нет, я не знаю. А, тогда я вам пришлю, я вам пришлю книги, чтобы вы посмотрели просто на форму. И мне пришла мысль, что если редакцию Алексея Ивановича издать в формате Виллисова книга за 90 минут, это будет бомба. Это будет бомба. Потому что она, во-первых, на современном русском языке, понятна неподготовленному читателю, потому что эта серия там, ну, она большая, там несколько десятков, ну, самых-самых-самых-самых за всю историю человечества людей. Она войдет в серию и уже она след оставит неизгладимый. А вот в этой книге уже, Виллисов книг за 90 минут, вот там-то уже ссылку на книги Алексея Ивановича. Только не Виллисову, пожалуйста, что-то приникание. Мы еще не дошли до издания этой книги. Виллисову книгу это уже, так сказать, именно рецепт. В книгах, да, в скобках напишем примыкание. Не примыкание, а приникание. Да, приникание, да. Хорошая идея, кстати, хорошая идея. Идея заключается в том, Алексей Иванович, что поскольку мы с вами находимся на фронтах информационной войны, если мы с вами не вооружены тем же оружием, которым вооружены наши противники, нам крайне сложно с ними будет бороться. То есть, ну, грубо говоря, мы пытаемся с ними договориться по-хорошему, они нас стреляют, значит, чугунными ядрами. Мы пытаемся ответить как-то, значит, там, поднятием различного рода там флагов и договоренностями, они нас рубят шашками. Поэтому мы должны тоже выйти с таким же оружием, которое было бы эффективно, действовало бы надолго и действовало бы совершенно понятным образом. То есть, ну, это я так образно сказал, если у нас это получится, тогда у нас получится все. И мы вернем в конечном итоге русскому проекту, его истину, русскую историю. Кстати, Александр Гавлович, хороший образ. Вот смотри, что такое книга Алексея Ивановича, вот это вот примыкание. Это межконтинентальная ракета баллистическая, которая в шахте. Вот она, она там в шахте, она и не стреляет. И не будет стрелять. И в шахте так и заржавеет, как и эти ракеты. И слава Богу, что ракеты заржавеют. А вот серия книга «За 90 минут», вот она в массы может пойти. Кстати, ее издать просто расплюнет. Ну, просто там. Алексея Иванович, я вам сейчас в течение 10 минут после эфира по почте пришлю, чтобы вы посмотрели на форму. А в следующий раз, когда мы с вами будем разговаривать, мы как раз на эту тему и поговорим. Сможете ли вы сделать? Ну, я думаю, там вообще, там буквально несколько вечеров и уже эта книга готова. Все. Верстку и дизайн мы можем взять на себя. Просто без проблем. На издании денег найдем, Алексей Иванович, а вы там даже не беспокойтесь. Умно в Денисом за 90 минут, да, Плюнать, господин. Умно в Денис, за 90 минут объем порядка. Велесова книга. Велесова книга, да. Мы это быстро подготовим и сделаем. И я вам скажу, что уже к концу года, дай бог, если все будет нормально, мы ее уже и выпустим. Надо подумать. А думать не надо, вы еще не на чем. Я вот вам сейчас пришлю через 10 минут после эфира, вы возьмете, сразу поймете, о чем идет речь, что нужно сделать. Тогда на этой оптимистической ночи, наверное, мы благодарим Алексею Ивановичу и заканчиваем. Да, Алексей Иванович, большое спасибо. Наше дело право, еще раз говорю. Наши цели, если определены, за работу товарища. То есть мы должны сделать так, чтобы в конечном итоге ваше информационное оружие, эффективное информационное оружие, оно начало стрелять. Сам в хорошем смысле это стрелять. Так, еще в комментариях я кое-что добавлю. Давайте. Есть лекции. И, в общем-то, люди уже помимо меня, вот это делайте, что говорите, недавно появились озвученные пластинки, не мной, даже не знаю кем. Я их тоже ссылочкой на них дам. Тоже интересно получается. Так что, вот все. Вы пришлите сейчас ссылки, прямо по почте, сразу же, мне по почте пришлите те, которые мы разместим под вот нашим сегодняшним видео. Под наше видео сегодня мы уже разместим все эти ссылки. Хорошо? Хорошо. Договорились. Договорились, Алексей Иванович. Спасибо большое. Всего вам доброго. Счастливой нам новой встречи с вами. Вот так. Спасибо. Спасибо.